Добрый день, уважаемые радиослушатели. С третьего раза мы начинаем свою программу «Технические неполадки» в эфире, но сейчас вроде бы как всё в порядке. И продолжаем свою программу, программу центра интернет-портала «Радио Сангейтс». И в эфире у нас Сергей Мельников, западный шаман. Мы неделю тому назад встречались, и речь шла о том, что человек должен как-то найти своё высшее «Я». То есть это то, что человеку дано открыть, проходя путь эволюции, как в прошлых воплощениях, в этом воплощении, ну и, наверное, в будущем воплощении. Ну и я хочу сказать о том, что у нас сегодня ещё присутствует в нашем эфире Ярослав Беклемишев, независимый корреспондент. Он является главным редактором интернет-портала «Радио Центра Сангейтс». Ну и вот получилось так, что он тоже у нас участвует в эфире. Это будет интересно, поскольку главное действующее лицо повторяет Сергей Мельников, Москва-Россия. И буквально накануне его отъезда в длительное путешествие, связанное с какими-то его практиками конкретными, путешествиями и в то же время ретритами. Ну вот сейчас будем его, так сказать, пытать. Сергей, здравствуйте. Я рад вас приветствовать. Сергей, добрый день, я рад вас приветствовать. Да, главная тема – это у нас поиски своего «Я». С этим связано очень много. Буквально вот сегодня я с утра сделал на Фейсбуке некий пост, где я попытался, точнее, читая там определенную книгу «Алистер Кроули», «Магическое дао». Мне понравилось некоторое высказывание, я имею в виду содержащиеся в книге. И это о том, как человек должен себя вести, и после чего я получил некоторые ответы, некоторые комментарии на Фейсбук о том, все-таки человек, как бы, что такое дао. Дао – это философия, дао – это не хорошо, не плохо, то есть этого нельзя, а это можно и так далее, и так далее. Но тогда, если человек будет вот так вот к себе, то где будет тогда эволюция? Так вот, у меня вопрос тогда, а что такое эволюция? Что понимать, по словам эволюция? Что понимать, что надо делать, чего нельзя делать? Опять же, мы состоим из нескольких тел, а внутри этих тел, как бы, некоторые есть субстанции, называемые духом, душой и так далее. Вот вопрос к Сергею. И у меня сразу вот по ходу вопрос, который дополняет ваш вопрос, Михаил. Что, собственно, важно в данной практике? Уйти от собственного «я» или прийти к собственному «я»? Вопросы оба очень интересные. И, скажем, в каждом учении существует какой-то список предписаний или запрещений, что ученикам категорически там предписывается или запрещается делать. Есть он, можно сказать, во всех направлениях. То направление, в котором я работаю, это больше, наверное, ближе к понятию йога в том виде, как это описано в «йога сутрах». И там говорится о десяти принципах «ямы» и «неямы», что должен и что не должен делать йога. И что за этим стоит, на мой взгляд? На мой взгляд, за этим стоит, во-первых, сохранение энергии. Есть некие наши действия, которые, можно сказать, избыточны, неестественны, и на них тратится какая-то избыточная энергия, как сознание, так и жизненная энергия. Соответственно, если мы хотим заниматься духовными практиками, мы должны изменить как минимум свое поведение таким образом, чтобы энергии у нас на эти практики хватало. Иначе, как бы, это все будет очень слабо. Поэтому различные способы поведения и правила, ограничивающие, они рассматриваются именно как такая, как сказать, система, которая позволяет сохранить энергию. Есть еще также момент, который связан с тем, что человек, который не соблюдает определенные правила, он рискует достичь состояния саморазрушения. Ну вот, например, есть практика правила Ахимса «не насилие», одно из первых правил «ямы», запретного на применение насилия. И как это выглядит, скажем, в чем плюс здесь и в чем может быть минус? Минус здесь заключается в том, что если в человеке самом есть насилие, то есть он к нему склонен, то в конце концов, когда, например, в результате практик его психическая энергия начнет расти, вот эта вот жажда насилия, она может возрасти неконтролируемо. Отсюда могут быть немотивированные всплески агрессии. И в том числе это может привлечь какие-то нежелательные силы из внешнего мира, поскольку подобное притягивает подобное. И человек может попасть в ситуации весьма опасные просто за счет того, что в нем есть вот эта внутренняя агрессивность. И, соответственно, если он с этим не работает, двигаясь по пути развития, он сильно рискует. Вы знаете, вот у меня сразу вопрос. У меня, в принципе, некоторая часть моей жизни, так скажем, в молодости прошла исключительно в процессе насилия. Это связано и с армейской службой, и со многими другими делами, но тем не менее. Это исключительно процесс насильственных действий по отношению к кому-то. Я бы не сказал, что у меня вот этот процесс насильственный, который я пережил в молодости, он повлиял на меня сейчас, и чтобы я хотел далее продолжать это насилие. Наоборот, это меня абсолютно отвратило от него. То есть мне не хочется этого делать больше никогда и ни с кем. Я бы сказал, что это правильное желание, что не хотеть насилие. Иногда нужно попробовать и обжечься, чтобы понять, что это не нужно. Но вообще действительно, если взять, так сказать, нормальное в кавычках общество, то там на насилии строится очень многое. И, допустим, люди не совершают преступлений, многие, не потому, что не от осознания правильности, а от страха наказания. Если бы не было страшного государства, которое бы всех наказывало и сажало в тюрьму, то многие бы приступили определенную черту. То есть это как некий сдерживающий фактор в мире, я бы сказал, некого омрачения. Но если человек хочет избавиться от него, от этого омрачения, он не может не следовать. Как мы сейчас об одном говорим, потому что я смею вам напомнить последнюю главу Евангелия от Иоанна. То, что у нас пишут главы апокалипсиса, то, что называется. И вспомните вострубление седьмого ангела. То есть когда обруживаются, как первый ангел вострубил, и появились всадники на багряных конях, и начинаются на мир нападать какие-то казни, казни, казни. И когда ты ждешь трубы седьмого ангела, кажется, что уже все. Вот сейчас какая-то самая страшная казнь упадет на человечество. Седьмой ангел вострубил, и наступило молчание на небе как бы на полчаса. Это я дословно сейчас цитирую. Но, тем не менее, что такое? Самая страшная, наверное, самая страшная казнь для человечества – это молчание как бы на полчаса. То есть все построено на системе страховок. Для чего созданы банки, для чего создана полиция, для чего создана, в конце концов, церковь. Потому что если человек носит Бога в себе, ему не нужна церковь никакая, в общем-то. И он не пойдет читать там заученные молитвы. То есть вот этот момент молчания как бы на полчаса, когда никто не убивает, не ворует, не грабит, ничего, а просто все молчат – это и есть катастрофа для нынешней цивилизации. Может быть, я не прав. Тогда возразите. Ну, сложно сказать. Не знаю. Я думаю, что самое страшное, что может случиться с человечеством – это что некий дух или высшие силы его оставят. Потому что, на мой взгляд, то, что человечество сейчас не только возникло, но и продолжает существовать, это заслуга не только его личной и не столько. Сколько неких сил, которые постоянно, можно сказать, на незримом и незримом уровне пытаются удержать его от падения в пропасть. Так сказать, от саморазрушения. Третья мировая война там или еще как. Сергей, вот по этому поводу, кстати, вы недавно только что упомянули о том, что воздействие неких сил какого-то потустороннего мира. Что вы имеете в виду? Какие силы и какой мир потусторонний? Я имею в виду некие, как сказать, более высоких духов, которые прошли эволюцию на Земле. Есть такой термин – вознесенные мастера. То есть это в свое время… Владыки первого братства, да? Да, их тоже так же называют, если такое название. Вот. Соответственно, это когда-то они были людьми, но они прошли всю эволюцию на Земле и достигли освобождения или мокши. Да? Но по каким-то причинам они выбрали, так сказать, помогать со своего уровня людям планеты Земля. И, соответственно, их влияние и некая мудрость, осознанно или нет, но влияет на ход событий. И сила этого влияния зависит от отклика, скажем так, человечества. То есть если человечество прислушивается к определенным принципам реально, внутренне, то тогда, соответственно, эволюция направляется, я бы сказал, наиболее безопасным путем, если есть это созвучие с высшими мирами. Если его нет в большинстве сердец, так сказать, то тогда возникают всякие проблемы. Вы знаете, я вот сейчас задам вопрос, на который ни у кого, наверное, нет ответа, но, тем не менее, очень бы хотелось знать. Я абсолютно согласен с этой теорией, но, в принципе, очень хотелось бы знать, это их обязанность или это их желание? Оказывать какую-то помощь здесь? Вопрос интересный. Я бы сказал так, я, наверное, есть... Я знаю, что ни у кого из нас нет на него ответа, но тем не менее. Я могу предположить, что существует, скорее всего, какой-то космический закон, в соответствии с которым более совершенные обязаны помогать менее совершенные. Но есть такое понятие, забастовка по-французски, когда действуешь только по инструкции. Соответственно, если бы высшие существа, наверное, действовали только по инструкции, только по закону, то, возможно, их помощь была бы не такая всеобъемлющая. А дальше уже их выбор, добавить от себя что-то или нет. И я думаю, что чем выше уровень, тем больше человек склонен к состраданию. Но я думаю, это сострадание не бесконечно. Вот это самое интересное в данном случае, потому что нас немного западное общество приучает, что совершенство человека как раз немножко в отсутствии сострадания. Вот получается все наоборот. Чем более ты сострадаешь, тем более ты совершенен. Но учитывая то, что чем более ты сострадаешь, тем хуже тебе будет житься в современном обществе, но тоже как-то не надо отрицать себя, да? Я бы сказал так, что существуют и весьма успешные люди, которые тратят очень много на благотворительность, и от этого они становятся менее успешными. То есть нельзя сказать, что они прям страдают. Другое дело, опять же, вопрос еще во многом в мотивации, в истинности. Потому что, например, человек где-то узнал, что сострадательное – это хорошо, и сострадательное Бог дает больше, и рука дающего не оскудеет и так далее. То есть получается, это уже не сострадание, а он уже ждет выгоды в той или иной форме за свое сострадание. А значит, он и получает соответствующие следствия. А если это действительно сострадание, то делаешь это просто по душевному зову. Тогда другие следствия. То есть я бы сказал, тут еще идет некая тонкая настройка внутреннего намерения и искренности. И если человек искренне сострадает, то даже если внешние обстоятельства как-то складываются неблагоприятно, его внутреннее состояние будет всегда позитивным. То есть я бы сказал, что счастье, несчастье – это скорее внутреннее состояние. А внутреннее состояние зависит от связи с Богом или с Духом своим, с Высшим Я, как угодно можно назвать. Если это состояние удерживается устойчиво, то в конце концов даже самые неблагоприятные обстоятельства оборачиваются неожиданно приятной стороной. Но учитывая то, что блаженных на Руси всегда считали святыми, а в принципе теперь их называют сумасшедшими, то непонятно, какое отношение к блаженным тогда. Это человек, который достиг своего внутреннего комфорта, который отказался полностью от материального мира. Но тем не менее их всегда считали, что слова их святы, что их проповедь как бы это закон, и всегда просили их благословить тех, кто еще не дошел до этого состояния. Хотя сегодня их бы просто запирали в клинике. Ну, Сергей, я полагаю, так в курсе дела, поскольку он все-таки следует одному из таких людей, если можно так выразиться, один из таких людей. Но имеется в виду человек, который задолго до этого времени пришел на Землю. Ну, я бы сказал, что это аватар Йог Патанджали, который дал миру йогу сутры. И это то, как надо жить на Земле. Сергей, вы к этому подошли через какие-то свои практики, в том числе вы были на Кайласе. Кайласа считается, как бы, ну, последняя, седьмая, высшая чакра Земли. Вроде бы вы целенаправленно туда поехали для того, чтобы эволюционировать, так сказать, прийти к этому? Или вы были просто в поиске чего-то? Редактор субтитров А.Семкин